Эдвард Ли. Естественный порядок вещей. До Вашингтона оставалось 32 километра, и Хеггард был вполне уверен, что способен их преодолеть. Поэтому временная задержка его особенно не расстроила, даже несмотря на ее довольно нелицеприятную причину. Автокатастрофа на федеральной трассе номер 50. Он прикинул, что пройдет как минимум час, прежде чем копы и медики уберут с дороги обломки машин и тела, и ему не хотелось торчать здесь все это время. «Думаю, небольшой крюк роль не сыграет», – решил он, и, вывернув руль своего Линкольн-таун-кара, начал медленно съезжать на обочину. Кровь искрилась на асфальте. Сильный северный ветер опустил температуру до минус 12 градусов, превратив капли в блестящие ледышки. Больше черные, чем красные в рваном свете проблесковых маячков полицейских машин. Внезапно вечер перестал быть томным. Оторванная женская голова, пробив лобовое стекло своего Субару, как посланный из катапульты снаряд, вылетела на дорогу и, скатившись к самому съезду с шоссе, лежала на обрубке шеи. Хэггард рулил Линкольном, аккуратно объезжая ее. Глаза женщины каким-то чудесным образом были широко открыты и словно внимательно следили за ним, пока он проезжал мимо. Ему даже показалось, что она ему улыбнулась. «Тише, тише!» Он не хотел стукнуть бампер впереди ползущего автомобиля. Тут становилось тесновато. Хэггард был осторожным водителем. «Слава тебе, Господи!» – подумал он, когда съехал с шоссе. Да, он был осторожен. Осторожен, но нетерпелив. Ему не хотелось стоять в неподвижной пробке. Это заставило бы его чувствовать себя никчемным и уязвимым. Поэтому он развернулся и вырулил на магистральную дорогу, идущую прямо в центр города Аннаполис. Просто найду какой-нибудь бар или кафе, посижу там часок, а потом вернусь на шоссе. Вечер ежился от холода. Не так много автомобилей в центре, что было как нельзя кстати. Зато очень много покупателей на улицах, замотанных шарфами, в надвинутых на лоб шапках, но с радостными улыбками на лицах и пакетами подмышками. Гирлянды рождественских огней мигали в витринах магазинов по всей Вест-стрит. И со всех сторон до него доносилась музыка и звон бубенцов. Это напоминало Хэггарту, какой сегодня день. Но вспомнив мгновение спустя, он уже чувствовал внутри себя пустоту. Праздничная благодать? Возлюби ближнего своего? Нет, все это было неискренне. Все искусственно, насажено и подогрето рекламой, чтобы убедить толпу потратить свои деньги. Жадность и меркантильность, похоже, стали частью естественного порядка вещей. Нет больше никакой любви к ближнему, подумал он, искосопоглядывая на руль. А она вообще когда-нибудь была? Он проехал мимо гастронома, пивного бара, ресторана с какой-то азиатской стрепней. Погребок читалось на следующей вывеске. Вроде бы то, что надо. Ирландский кафе будет сейчас в самый раз, чтобы отогнать холод. Он припарковал Линкольн на стоянке, поднял воротник, но на минуту задержался, прежде чем выключить зажигание. Новости, зазвучавшие из радиоприемника, заставили его замереть на месте. Индекс Доу-Джонс падает третью неделю подряд. Растующее число безработных. Американские ВВС по ошибке отбомбились осколочно-фугасными по полазочному лагерю Красного Креста. Чеченские боевики распылили самодельный фазген в московском метро. 160 жертв! Хэггард покачал головой, выключил двигатель и выбрался из автомобиля. Нет, больше никакой любви к ближнему. Разве это не очевидно? Теперь он знал это наверняка. Погребок был старой таверной еще времен Гражданской войны. И сохранил свои оригинальные толстенные кирпичные стены. Медный колокольчик тренькнул, когда Хэггард переступил порог и облегченно расслабился, чувствуя накатывающее на него тепло. Да, ирландский кофе будет самое то. Но когда дверь за ним закрылась, несколько пар глаз уставились на него какими-то странными взглядами. Всего горстка посетителей была внутри, все почему-то рассаженные за большим круглым столом, стоящим перед фальшивым камином. Тут что, вечеринка друзей? Но сидящие за столом люди выглядели слишком разнородными. Никакой музыки, никакой болтовни. Только слабый голос диктора местной новостной программы доносился из висящего высоко в углу телевизора. Никто не шелохнулся. Да что за дела, подумал Хэггард. А потом, потом дуло пистолета, посмотрел ему прямо в глаза. Вот это я удачно зашел, думал про себя Хэггард. Хотел опрокинуть чашечку ирландского кофе, а вместо этого меня взяли в заложники. Их было семь. Белый мужчина в очках и с козлиной бородкой, темнокожий парень, еврей, мусульманин, яркая блондинка, брюнетка и Хэггард. Ну и восьмой. Реднек с пушкой. Это была здоровенная пушка. Зигзау РП-226. 9 мм. На гномоподобном лице Реднека пылал румянец. Но он не делал его ни чуточку добрее. Коренастые, жилистые. Видать, не один год отпахал на стройке. Конский хвост свисал за потертую кожаную куртку, одетую поверх толстовки с надписью Зизитоп. Да он вмазанный, определил Хэггард. Определил сразу, как только увидел его глаза. Зрачки неистово танцевали. Видимо, всем сидящим было приказано побросать свои кошельки и портмоне на середину стола. Реднек просматривал их, но, похоже, его взгляд не мог подолгу фокусироваться на чем-то одном. Поэтому он просто выгребал наличные и пихал их себе в карман. Я, блядь, не шучу! Объявил он. Хотя это и так уже всем было очевидно. Это не просто ограбление. Здесь будет массовая казнь. Кто-то из вас верит в Бога? Тогда самое время начать молиться. Белый мужчина тихо пробормотал «Ебать» и начал шептать что-то похожее на молитву. Мусульманин улыбнулся, в то время как еврей выглядел больше раздраженным, чем испуганным. «Просто решил дать вам немного времени, чтобы вы свыклись с ситуацией», – объяснил Реднек. Он размахивал пистолетом, и из-за пояса у него торчали рукоятки еще парочки стволов. Он запер входную дверь и перевернул табличку надписью «Закрыто» в сторону улицы. Место Реднек выбрал правильное. Бар-подвал? Да прохожие, скорее всего, ничего и не услышат, даже если он начнет палить тут со всех своих пушек. «Никто не выйдет отсюда живым, кроме меня», – сказал Реднек. «Это чтобы сразу все въехали!» «Но сначала мы поиграем в одну веселую игру!» Хаггард слышал и более ободряющие заявления. «Зачем вы это делаете?» – всхлипнул блондинка. Она сидела за столом рядом с ним. Девчонка выглядела просто отпад. Соломенного цвета волосы до плеч, бездонные голубые глаза, идеальная грудь. Она была похожа на кого-то, кого Питер Пауль Рубенс мог бы нарисовать, живем в наше время. Этки слегка небрежный, где-то даже целомудренный портрет молодой женщины в синих фирменных джинсах и серебристо-белой блузке. Опьянение и страх каким-то образом делали ее еще привлекательнее. «Вы ж ведь ничего вам не сделали!» – продолжала она, почти заикаясь. «Глаза, родная, косузились!» «Ты напоминаешь мне мою жену!» «Это плохо!» «Но... но... но...» Она продолжала всхлипывать. И Хаггард, еле заметно покачав головой, сжал под столом ее руку. «Мы все очень напуганы», – сказал он, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Но, может быть, мы сможем тебе помочь?» «Поверь, никто здесь не желает тебе зла!» Реднек ткнул в него пистолетом. «Все желают мне зла, корешок!» «Мы желаем!» – сказал темнокожий парень. «Он был похож на Арсенио Холла, только полного». Примечание переводчика. «Арсенио Холл – американский актер, комик и телеведущий собственного шоу, шоу Арсенио Холла». «Похоже, у тебя сейчас трудные времена!» «У нас у всех трудные времена!» Хаггард мысленно с ним согласился. Все было видно невооруженным глазом. Это стало почти клише. В такие праздничные дни, как этот, и в таком возрасте у многих срывало башню. И чужое веселье лишь подталкивало их к краю обрыва. Таким уже все было по барабану. И это было самое страшное. «У всех здесь сидящих, братан!» – добавил темнокожий парень. «Сука, заткнись!» – прошипела брюнетка. Потом скрипнула зубами. Она выглядела подкачанной, не мужеподобной, нет. Просто крепко сбитой. И лицо симпатичное. Но красота ее казалась какой-то холодной и грубой. «Ты только бесишь его еще сильнее!» Реднек рассмеялся. «Эй, вы все меня бесите! Весь этот ебаный мир меня бесит! Моя жена бросил меня и ушла жить к соседу! Моим собственным детям посрать на меня! Вчера меня выперли с работы, и гляньте-ка!» Рука с пистолетом указала на дверь. «А у нас тут Рождество!» Верно. По контуру двери мерцала гирлянда рождественских огней. И в телевизоре Санта-Клаус с этим своим хо-хо-хо рекламировал электробритву-жилет. Реднек усмехнулся и помахал стволом. «Да, чертовски, блядь, веселое, матерое с детства!» «Дело труба», – подумал Хаггард. «Никакие разговоры по душам ничего не изменят. Этот парень уже коснулся дна». Телевизор оборвал мрачную паузу. И когда реклама закончилась... В эфире новости 11-го канала. Из анонимных, но достоверных источников нам стало известно, что на днях с атомной электростанцией «Калвертклифтс» были похищены радиоактивные отходы, которые могут быть использованы для создания самодельной взрывчатой смеси, также известной как «грязная атомная бомба». Однако руководство электростанции уверяет, что ничего подобного не было и быть не могло, так как все радиоактивные отходы хранятся у них в специально оборудованном и хорошо охраняемом месте. И далее. Жители города Эджвудстадт-Мэрилен жалуются на резкое увеличение числа новорожденных детей-остматиков. Болезнью страдают почти 60% детей в возрасте до 10 лет. Ходят слухи, что три года назад на всем известном Эджвудском арсенале, где ранее армия США проводила испытания новых образцов химического оружия, произошла утечка отравляющих веществ. Армейское командование отрицает все обвинения. Цитирую. «Так как все химическое оружие было уничтожено еще в конце 80-х годов в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США...» Роднек громко заржал. «Да, да, да, конечно. Кто-то еще верит в эту хирню? Эй, ну тогда валите сюда, я тоже навешаю вам тазик лапши!» Телевизор продолжал бурчать. А теперь местные новости. Три округа в Южной Луизиане продолжают страдать от паводка после недели проливных дождей. 30 человек, 11 из них дети, погибли сегодня во время наводнения, вызванного внезапным обрушением дамбы. Вода затопила город Амвилл. Полностью разрушено несколько сотен домов. Полиции и местной службе пожарной охраны удалось установить, что одна из опор дамбы была обзорвана зарядом динамита, заложенным неизвестным злоумышленникам. «Вы слышали это?» «Слышали!» Взвизгнул Роднек. Казалось, новости заводили его еще сильнее. «На дворе блядское Рождество, и посмотрите, что люди вытворяют друг с другом. Крадут какую-то радиоактивную хрень, чтобы сделать бомбу, скидывают утечку нервно-пролитических газов, или как там у них называется вся эта хуйня. Кто-то специально взрывает дамбу. Весь мир, одна большая куча говна. Вокруг только ненависть. Ну так вот, что я вам скажу. Я ненавижу тоже!» Новости продолжались. И к международным событиям. Израильский спецназ уничтожил одну из явочных квартир Организации освобождения Палестины на западном берегу реки Иордан в ответ на ракетный обстрел с территории Сирии, унесший жизни 12 мирных жителей. Ранее парламент Израиля обвинил руководство Сирии в сокрытии оружия массового уничтожения, якобы тайно вывезенного из Ирака перед приездом инспекторов ООН. «Слышите? Слышите!» Неистовство уродных. «Все готовы поубивать друг друга к хуям. Ну тогда, тогда я тоже готов. Глупо выделяться из общей массы. Да пошло, но все! Вот вы где уже у меня. Все эти психи, все эти радикалы, все эти террористы. Каждый кого-то валит, чтобы заявить о себе миру». «Значит, именно это вы и хотите сделать?» Спросил еврей. «Заявить о себе миру, убив группу людей, которых даже не знаете?» Тишина упала, как нож гильотиной. «Похоже, этот еврей только что произнес свои последние слова», – подумал Хеггард. Но Реднек просто сказал. «Да, это будет моим заявлением. Хочу подбросить чуток говнеца в общую кучу. Вчера мир отымел меня в сраку. Сегодня вечером я его поимею в жопу в ответ». Он подошел к мусульманину. «Вот ты, скажи мне, кого ты ненавидишь больше всего?» «Я ненавижу всех воинствующих врагов ислама», – ответил мужчина. «Вам не понять, никому из вас. Это надо быть там и видеть своими глазами». «А как насчет меня?» Раздраженно перебил его Реднек. «Да мне посрать на ислам. Я приставил пушку к твоей голове. Ты меня ненавидишь?» «Нет. Я люблю тебя, как и любое другое создание Божие». «Э-э-э! Ну, если я создание Божие, тогда Бог просто вкрай пизданутый обморок. И если этот Бог и вправду где-то там существует, пусть знает сраный уебок. Ты сломал мою жизнь!» «Я помолюсь за тебя», – сказал мусульманин, коверкая слова густым акцентом. «Помолюсь за то, чтобы все у тебя наладилось». «Помолишься за меня, Махмад?» – продолжил Реднек, после того, как заглянул в удостоверение личности мусульманина, лежащие в его портмоне. «Ты лучше за себя помолись!» Левый глаз мусульманина исчез, словно провалился в глазницу. Его тело качнуло вбок, и он рухнул со стула на пол. Позади на стене осталась картинно висеть жирная клякса крови и ошметков мозгов. Грохот выстрела заставил всех сидящих за столом разом подпрыгнуть. Сердце у Хагарта ёкнуло. Пороховой дым добавил Роже Реднека немного бледности и медленно рассеивался вокруг его безумной улыбки. Кто-то провормотал от жопа. «Не надо было тебе это делать, мужик!» – сказал белый мужчина. Он вскочил со стула и стоял сейчас, сгорбившись и вжав голову в плечи, как будто знал, что скоро умрёт, и ничто на свете этого уже не изменит. «Ты хочешь быть следующим?» – Реднек направил на него пистолет. «Позволь попросить тебя об одном одолжении». Мужчина начал нелепо переминаться с ноги на ногу. «Сегодня на спортивно-развлекательном прямая трансляция матчей НФЛ. И прямо сейчас краснокожие играют с гигантами. Я болею за краснокожих. Пожалуйста, переключи канал. Я только посмотрю, какой счёт. А потом можешь меня застрелить нах». «Да, у каждого из нас свои причуды», – сказал Хэггард. И сидящие за столом нервно хихикнули. Похоже, его комментарий вывел их из ступора, в котором они пребывали после совершённого хладнокровного убийства. «А не вопрос!» – сказал Реднек. СНН уступило место футболу. Белый мужчина, как заворожённый, уставился на экран, словно от результата этого футбольного матча сейчас зависело, куда попадёт его бессмертная душа – в рай или ад. Задрав голову, он следил за последними минутами матча. И когда до конца игры остались считанные секунды, на его лице появилась вымученная улыбка. Его команда победила. «Вот и всё. Я готов умереть», – сказал он. «О, ты умрёшь! Даже не сомневайся в этом. Но только когда я скажу!» Реднек вытащил водительское удостоверение из другого портмана, затем подошёл к еврею. «Теперь хочу поближе познакомиться вот с этим парнем. Скажи-ка мне, сей, что ты обо всём этом думаешь?» Еврей раздражённо зыркнул на Реднека глазами. Раздражённо, но не так, чтобы сильно вызывающе. «А о чём конкретно?» «Ну, я только что вышиб мозги вон тому исламскому чуваку. Он ненавидел евреев. Они вас все ненавидят. Думают, что у Израиля нет права на существование. Этот вообще мог быть из саудовской ебиию мать Аравии. Ну или откуда-то из тех ебеней, где они тайно финансируют террористов и снабжают их поясами смертников, которыми те потом взрывают твоих соплеменников. «Ты должен быть рад до усрачки, что я его завалил!» Сей несколько секунд молчал. «А я рад. Хочешь знать, что я сейчас чувствую?» «Что?» «А я чувствую отвращение». «Ну вот теперь Юрию точно каранты», – подумал Хэггард. «А ну встать!» Сей поднялся со стула. Колени у него подгибались, но он продолжал смотреть Роднеку прямо в лицо. Теперь в руках у Роднека было портмонетем на кожего парня. Он вытащил из него деньги, затем водительские права. «Джордж, да?» «Ты тоже?» «Поднимайся и вставай у стены рядом с Сеем!» Джордж сделал, как велели, перешагнув через труп мусульманины. Роднек осмотрел еще несколько кошельков, изучая имена их владельцев. Брюнетка застыла, как замороженная, когда он направил на нее пистолет и сказал «Шерон, подъем! Давай, 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 давай! Подходить к Джорджу и Сею не надо! Просто встань и стой, где стоишь!» Шерон дрожа поднялась на ноги. Роднек, продолжая держать ее на мушке, вытянул из-за пояса второй пистолет. Это был револьвер. И бросил его ей. Ее руки тряслись, но каким-то чудом она его поймала. «Там в барабане один патрон, Шерон, все один. Надеюсь, ты не полная дура, и у тебя хватит мозгов не шмальнуть им в меня, верно?» «Верно», – пробормотала она. «Тогда выбирай, кого ты сейчас убьешь. Сея, Эль Джорджа, ты должна убить одного из них. Если ты этого не сделаешь, я убью тебя!» «Ты мне веришь?» Шерон кивнула и без раздумий выстрелила в Джорджа. Она целилась в голову, но пуля легла ниже, пробив ему горло. Джордж упал и забился на полу в конвульсии, хрипя и харкая кровью. «Да, подруга, да, вот это по-нашему!» Реднек восхищенно оцелютовал ей рукой с пистолетом. Все остальные вздрогнули. «Да он умирает, как собака, мужик!» – завопил Белый. Джордж, выпучив глаза, продолжал сучить на полу ногами, зажимая руками горло. «Прекратите его страдания!» – взмолилась сидящая рядом с Хеггардом блондинка. Реднек ответил на ее просьбу вежливым поклоном и, без лишних слов, выстрелил Джорджу в голову. Череп Джорджа разлетелся на куски. Еще более пугающая тишина. Белый мужчина нервно массировал пальцами переносицу. Сейск режетал зубами, стирая их в песок. Грудь еврея судорожно вздымалась и опускалась. Брюнетка, опустив револьвер, стояла окутанная дымом, вообще без каких-либо эмоций на лице. «Позволь поинтересоваться, я, правда, удивлен», – Реднек повернулся к Шерон. «Да ты же ведь даже не моргнула, завалила бедного Джорджа, не думая. А в чему он? А че не сей?» «А мне не нравится черное. Ты спросил, я ответила», – сказал Шерон низким хриплым голосом. Она задрала рукав рубашки и показала татуировку. «Арийская раса, белые превыше всего». Теперь был удивлен и Хэггард. «Ну, надо же, как мило!» – Реднек усмехнулся. «У нас тут одна из этих сверхчеловеков!» Он громко рассмеялся. «Вперед до победы, да? Хотя, постой-ка, вы же, ребят, ненавидите и ямреев тоже, или я че-то не догоняю?» «Да», – ответил Шерон холодным, как лед, голосом. «Но черных мы ненавидим сильнее». Улыба Реднека расползлась до самых ушей. Он быстро забрал у Шерон револьвер и вставил в барабан новый патрон. Хэггард уже знал, что будет дальше. «Ты отслышал, сей? Она вас тоже ненавидит!» Реднек вложил револьвер Сею в руку, одновременно приставив к его виску, ствол своего Зигзауэра. «Ну давай, покажи нам, из какого теста ты...» Сей выстрелил Шерон в лоб. Она полетела на пол, словно сбитая грузовиком. Реднек выстрелил Сей в висок. Блондинку, сидящую рядом с Хэггардом, начала колотить. Белый мужчина, как вкопанный, стоял перед телевизором. «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните, что здесь происходит. Я вообще ничего не понимаю. Он убивает всех подряд. Я заявляю о себе миру. Вот что происходит!» «Странная все-таки эта штука», – сказал Хэггард. «Ну, я имею в виду ненависть. Правда?» Все посмотрели на него, как на прокаженного. «Ну, нам говорят, что любовь заставляет вращаться землю. Но на самом деле ведь это не так. Землю вращает ненависть. Посмотрите на то, что здесь сейчас произошло. Посмотрите внимательно. Шэрон ненавидела Джорджа за то, что он был чернокожий. Сэй ненавидел Шэрон за то, что она расистка. Махмад ненавидел, как он там говорил, всех воинствующих врагов ислама. И у всех переполняла ненависть. И вспомните, что мы недавно слышали по телевизору. Бомбежки, война, взорванная динамитом дамба, украденные радиоактивные отходы. Ненависть везде, куда бы вы ни смотрели. Мне уже кажется, что она стала частью естественного порядка вещей. «Да какого еще порядка?» – огрызнулся Белый. О чем ты вообще говоришь? Вся эта агрессия вызвана или внешними факторами, или психическими расстройствами. Вот именно расстройство. Болезнь. Но любая болезнь, по сути, является неотъемлемой частью природы. Болезни регулируют численность населения на нашей планете. Дают возможность мутировать и развиваться микробам и вирусам. Кто-то всегда живет за счет кого-то и умирает. Возможно, и ненависть функционирует подобным образом. Мы рассматриваем ее как нечто противоестественное. Как что-то совершенно нам чуждое. Но что, если она составная часть нашей природы? Часть естественного порядка вещей? Роднек нахмурился. Продолжишь изображать из себя сраного философа и те, бля, пиздец! Я все равно не догоняю. О чем ты тут базлаешь? Да нет, ну правда. Хеггард все-таки решил закончить. Почему ненависть не может быть частью природы? Как, например, землетрясение, ураган, оползень. Как средневековая чума или холера. Как астероид, который истребил динозавров. Вот так же и ненависть. А если она неотъемлемая часть природы? Значит, она и часть естественного порядка вещей? Я зашла сюда, чтобы натрескаться в зюзю. Сказала блондинка. А вместо этого вынуждена сидеть в погребе, заваленного трупами, и слушать какую-то билиберду. Ненависть для людей неестественна. Тут-то ты не одинока, милая. Кивнул ей белый мужчина. Я тоже не понимаю, что несет этот тип. Хеггард улыбнулся. Тише, тише. Мы же ведь просто беседуем, верно? Так вот. А что если хаос – движущая часть процесса эволюции? И в этом порядке наша ненависть играет роль стихийного бедствия. Ведь чтобы запрыгнуть на ступеньку, ведущую вверх, порой приходится спуститься на пару ступенек вниз для разбега. Вся хуйня в этом мире из-за людей, буркнул Реднек. И никакие, блядь, ступеньки тут ни при чем. Окей, окей. Я помню, что ты говорил. Весь мир – это одна большая куча говна. Так, возможно, нам всем пришло время стать этой кучей буквально в каком-то роде шагнуть на ступеньку вниз, переродиться и эволюционировать во что-то более лучше. Всем нам. Хеггард пристально посмотрел на Реднека. Возможно, и тебе тоже. Что? О, эволюционировать во что-то более лучше, убивая невинных людей? Прервал его белый мужчина. Что за абсурд? Я тоже много чего ненавижу. Блин, да я ненавижу просто кучу людей. Все в этом мире изменчиво. Все представляется наоборот. И люди всегда не такие, какими они на первый взгляд кажутся. Сначала они уверяют вас, что вы для них важны, что вы для них все, а потом накидывают вам на шею удавку или втыкают вам в спину нож, или дают вам смачный подсрачник, или просто посылают вас нахер. Меня сто раз вот так вот пинали, душили, кололи, плевали мне в душу, смывали мою жизнь в унитаз. Мое сердце разорвано в клочья, так что достаточно мне наклониться, и я выблю его прямо на пол. Я думаю, что имею право ненавидеть всех этих людей. Но знаете что? У меня почему-то даже в мыслях не возникало желания кого-нибудь из них убить. Пуля разворотила белому затылок. Он еще пару секунд простоял на ногах, а потом как подкошенный рухнул на пол. А надо было убить лошара, сказал Реднек трупу. А ты посмотри на себя теперь. Реднек продолжал что-то бубнить. Хаггард мог слышать, как у блондинки колотилось сердце. Сейчас она выглядела так, словно ее в любую секунду могло начать рвать. И Хаггард Тора чувствовал подступающую горло тошноту. Какой интересный у нас выдался вечер. Вы не находите? Заметил он. А-а-а, чертовски интересный, согласился Реднек и вытер салбопот. Воздух вонял пороховой гарью. Ну, ты доволен тем, как проходит твое заявление? Спросил Хаггард. Пока что вполне. Не, но я никакая не часть этого. Че ты там только что прогнал? Ты усек? Реднек осмотрел последний кошелек, лежащий на столе. Мария. Он повернулся к ошеломленной блондинке. Хорошее имя. Плечи Марии поникли. Могу поспорить, ты уже сто раз пожалел, что решил сегодня зайти в этот бар. Рождественские скидки. Две рюмочки по цене одной. Реднек захихикал, запихивая в карман наличные. О, бля! А я ведь кого-то чуть не забыл, а? Он ткнул стволом Хаггарту в лоб. Кошелек. Хаггард отдал ему свое портмоне. Так, 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 так. И ну-ка посмотрим, кто у нас тут. Ух ты, сколько капусты! Прокомментировал Реднек, вытащив толстую пачку банкнот. Ричард Эдвин Хаггард. Он искосо посмотрел на Хаггарта. Те что, не здоровятся, Ричард? Хаггард улыбнулся. Обычно я чувствую себя лучше, когда меня не берут в заложники. Но есть и другая причина. Кое-какие обстоятельства, о которых ты даже ведь и не знаешь. Но это не твоя вина. Откуда тебе о них знать? Чего? Хаггард устало вздохнул. Она ведь правда часть нашей природы. Ненависть. Твоя и моя. Но, боюсь, твое шоу подходит к концу. Ты чего буробишь, корешок? В портмоне, которое ты сейчас держишь, лежит пропуск. Ты еще не считал, что на нем написано? Челюсть у Реднека начала медленно отвисать, пока он вглядывался в написанное на пластиковой карточке. И вспомни, добавил Хаггард, что мы недавно слышали по телевизору. Что-то очень важное. Вспоминаешь? Реднек, прищурившись, попытался осмыслить прочитанное. Погоди, так ты же... Хаггард поймал момент, когда он на секунду отвлекся, откинул подол куртки и выхватил из-под нее пистолет-пулемет. Калика М950. Компактный, даже несмотря на увеличенный магазин, емкостью на сто патронов. Хаггард нажал на курок и всадил в живот Реднека длинную очередь. Звук был такой, словно рядом заработала ручная газонокосилка. Мария, подпрыгнув, завизжала, прижимая к сердцу ладонь. Ручеек медных гильз, звеня, палился на пол. Реднек переломился пополам и замертво повалился на трупы Джорджа и Сея. Мария застыла, почти парализованная от шока. Нижняя губа ее мелко тряслась. Бога ради, скажите мне, что происходит? У вас все это время было под рукой оружие, а вы воспользовались им только сейчас? Вы ведь могли спасти всех этих людей. Еще один усталый вздох. Ты не понимаешь, Мария. Но, возможно, скоро поймешь. По крайней мере, я на это надеюсь. Хаггард покрутил в руках диковинное угловатое оружие. Все дело в ненависти. Его была практически сестра-близнец моей. Просто куда как эффективнее позволить чужой ненависти работать на меня. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока это представляется возможным. И я, правда, искренне верю в то, что эта ненависть вращает нашу землю. Сегодня ночью я уехал в Вашингтон. Но на 50-м шоссе столкнулись несколько машин. Вот почему я оказался здесь. Сейчас я знаю, что никогда бы не добрался до Вашингтона. Думал, что смогу, но я ошибся. Пилюли с йодистым калием, похоже, уже не помогают. Я умираю. Мария уставилась на него. Но теперь в ее голубых глазах была пустота. Несколько прядей волос упали с головы Хэггарта. Умираю от лучевой болезни. Взгляни. Он указал пальцем на пластиковую карточку, которую Реднек выронил из рук. Взгляд широко открытых глаз женщины медленно переместился с лица Хэггарта на пластиковую карточку, на которой большими печатными буквами было оттиснуто. Ричард Эдвин Хэггард, инженер-технолог по водоочистке. Четвертый уровень допуска. Атомная электростанция. Калверт. Клифс. Мария вспомнила недавние новости, и ее лицо побледнело еще сильнее. Атомная электростанция? Прошептала она. Они сказали, что кто-то украл? Я украл 5 литров отработанной воды с высоким содержанием цезия-137, прошедшую полный цикл в системе охлаждения топливных стержней. Замесил на ее основе 130 килограммов цикла триметирентринитромина, или, проще говоря, гексогена, и дал всему этому высохнуть. Прямо сейчас эта штука лежит в багажнике моего автомобиля, оснащенная капсульными детонаторами. Они называют это радиоактивным дисперсионным зарядом, или грязной атомной бомбой. А такой ночью, как эта, с улицами битком набитыми рождественскими покупателями, она убьет сотни людей сразу и поднимет показатели рака во всей округе в 4 раза. Ну, а центр города Анаполис станет непригодным для жизни на ближайшие 50 лет. Но... но... зачем? Мария всхлипнула. Затем, что это часть естественного порядка вещей Мария. Как Горд сомневался, что она успела почувствовать боль, когда он выпустил короткую очередь ей в голову. Гильзы снова звенели по полу. Он поднялся из-за стола с улыбкой, несмотря на тупую боль. Еще несколько прядей волос упало с его головы, пока он плелся к черному ходу. Но Хеггард был уверен, что успеет добраться до своего Линкольна раньше, чем умрет. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. И Нового года! С Новым годом! С Новым годом!